Итак, вы справились с задачей? Нашли ли вы способ связать модальное окно со слайдом? Что ж, давайте я покажу вам, что получилось у меня. Итак, в первую очередь, откройте тренировочный файл для предыдущего видео под названием modelwindow.html. В нем находится код для модального окна. Его нужно добавить на нашу страницу внизу. Я вставила его на строке 129 после контейнера, но перед кодом JavaScript, и дала ему идентификатор gongkong. Этот текст будет отображаться в модальном окне. Здесь нет изображений, только текст. Название, два абзаца информации, а также кнопка close внизу. Теперь давайте поднимемся выше, к строке 60. Здесь начинается код для второго слайда. Итак, у нас есть блок div с классом carousel caption, в котором находится заголовок h3. Далее я добавил параграф с тегом ae с атрибутами href, который ссылается на идентификатор модального окна gongkong, и data toggle со значением model. Текст ссылки предлагает нам прочитать подробнее о куан-тонг-лендоне. Итак, теперь, когда я обновлю эту страницу в браузере, на втором слайде появится моя ссылка. И если вы нажмете на нее, должно открыться модальное окно. Обратите внимание, что карусель продолжает вращаться в фоновом режиме. Таким образом, если хотите, вы можете добавить несколько модальных окон к этой карусели. Вы также можете добавить в карусель стандартные ссылки, которые при нажатии будут открываться на новой вкладке, а не в модальном окне. Таким образом, подписи для карусели могут быть расширены за счет любой разметки, которую вы обычно используете на странице. Субтитры создавал DimaTorzok